Я уже изначально говорил, что очень сложно говорить про какой-то среднестатистический реабилитационный центр. Они очень разные. То есть у нас уголовных дел только по реабилитационным центрам был, наверное, с десяток в России, где людей осуждали и за убийство реабилитантов, и за избиение, и за насильное удержание. Я уже не говорю про банальную трудовую эксплуатацию, чем грешило огромное количество центров. Когда это трезвые грузчики, бесплатная рабочая сила. Кто-то зарабатывал себе деньги, при этом люди получали всего лишь передышку от употребления. Они возвращались домой, не имея никакого понимания, что это болезнь, не болезнь, что с этим делать, не имея никакой поддержки. Измотанные физически, добавим, к тому, что они... Они возвращались обратно к употреблению. Таких случаев огромное количество. Поэтому, когда мы говорим про реабилитационные центры, вообще это очень странный разговор. Есть реабилитационные центры, которые более-менее что-то делают, есть реабилитационные центры, которые зарабатывают деньги. Давайте тогда конкретно... Проблема в том, что после этих центров люди вообще боятся слышать слово реабилитация. То есть я никуда не поеду. Я такие истории и видел, и ужас в глазах у людей, когда говорят, может, ты поедешь на реабилитацию, он такой, еще раз? Нет, никогда больше. То есть хуже, чем в тюрьме, в разы. Как отличить его один признак? Одного признака нету. Пойти в несколько центров, поговорить со специалистами, посмотреть просто на людей, определиться на себя, кому... Провести свое мини-исследование. Мини-исследование, то есть принимать решение, не кидаясь куда-то в одно место, а в несколько мест обратиться.